Уважаемые подписчики, друзья, случайные зрители, я приветствую вас на канале Роман Парфелик, все монеты. Уважаемые зрители, среди трехкопеечных монет с датой 1961 существует одна чрезвычайно редкая разновидность, за которую нумизматы коллекционеры готовы заплатить более тысячи долларов США. Давайте разберемся, как она выглядит и в чем причиной появления этой уникальной монеты. Практический вестераж трехкопеечных монет 1961 года был изготовлен с использованием штемпелей, разработанных еще в 1958 году. Это когда началась подготовка денежной реформы, проведенной в 1961 году. Так вот, причем для чеканки лицевой стороны Аверса с гербом СССР монет номиналом в 3 копейки в равной степени использовались как штатные штемпеля, так и штемпеля, предназначенные для изготовления 20-копеечной монеты. Такое было возможно потому, что диаметр 20 копеек всего на 0,15 мм меньше, чем диаметр монеты в 3 копейки. Такая близость размеров монет и соответственно штемпелей, которыми они изготавливаются, делает, возможно, их взаимозаменяемыми. Хотя в основном каждая монета чеканится своим штемпелем, причем герб СССР на 3 копейках всегда несколько отличается от герба на 20 копейках. В основном это касается рельефности изображения. Очевидно, из более пластичной желтоватой латуни можно было чеканить монеты с более выпуклым изображением, чем на заготовках из более жестко-белого медно-никелевого сплава. Друзья, на штемпелях, использовавшихся в 1961 году, отличие состояло в длине колосьев, огибающих земной шар и более выпуклой звезды. В конце 1961 года было решено несколько доработать изображение герба, размещаемого на монетке. Уважаемые зрители, монеты номиналом 3 копейки интересны прежде всего тем, что помимо обычных, редких и дорогих монет, среди них встречаются не менее дорогие и редкие разновидности, определить которые в некоторых случаях могут даже люди, не увлекающиеся коллекционированием монет. И поэтому бывает, что среди одинаковых монетных номиналов периода СССР можно встретить как совершенно обычные, недорогие, так и очень редкие ценные экземпляры. И вот как раз об одной такой монете номиналом 3 копейка периода раннего СССР сегодня я хочу вам рассказать. Друзья, бесспорно, монета 3 копейки 1927 года является самым редким и дорогим номиналом данного периода. Однако, существует как минимум 4 разновидности данной монеты. Цена на них в зависимости от разновидности варьирует от 100 долларов и более 1000 долларов США. И как отличить эти самые разновидности? Сейчас я постараюсь вам объяснить. Первое. Самая простая разновидность 3 копеек 1927 года относится к штемпелю 1.2. Отличительной особенностью монеты является плоский земной шар на Аверсе. Несмотря на то, что монета является самой распространенной среди самых редких, Стоит она порядка 35 долларов США. Вторая разновидность монеты 3 копейки 1927 года относится к штемпелю 1.1. И отличается лишь тем, что все тот же земной шар является наоборот выпуклым. Такой дизайн в основном применялся при чеканке монет в 1926 году. А годом позже было принято решение перейти на более упрощенный, плоский вариант. Друзья, такая монета встречается гораздо реже в своих предшествиях. А многие эксперты в области нумизматики склоняются к тому, Что монете нужно присвоить степень редкости R1. Как бы там ни было, средняя стоимость одной такой монетки составляет около 70 долларов США. Третья разновидность относится к штемпелю 1 и является, по сути, перепуткой. Все дело в схожести монетных аверсов от 3 и 20 копеек. Именно в данном варианте исполнения мы можем наблюдать реверс от 3 копеек 1927 года и аверс от 20 копеек 1924. Но как же отличить редкую монету? Друзья, все очень просто. У перепутки буквы СССР более...